здравствуйте это моя вторая передача о таблетках и лекарствах пожалуйста посмотрите мои видео до конца и оставьте комментарий если не знаете что написать напишите то что именно вы хотели бы увидеть поделитесь ссылкой на это видео и подпишитесь на канал начнем любыми таблетками нужно пользоваться разумно поскольку препараты без противопоказаний создать попросту невозможно с годами реакция организма на прием любых таблеток может меняться и если в прошлом боли в сердце удавалось снимать широкодоступными средствами то с течением времени ситуация потребует пересмотра те таблетки что помогали прежде возможно сохранят качество воздействия на патологию но негативно повлияют на работу других систем организма чтобы помочь сердцу справляться с ежедневным режимом нагрузок следует выбирать средства с наименьшими рисками побочных эффектов и с безопасным сочетанием с другими препаратами особенно важно выбрать препараты не влияющие на показатели давления поскольку в пожилом возрасте перепады от могут привести к ухудшению работы головного мозга также необходимо учитывать сниженный потенциал органов жгт печени почек в качестве яркого примера противопоказаний выступает корвалол его прием категорически противопоказан если сердечным патологиям добавляется сахарный диабет или гипотония одышка бронхоспазм имеется депрессия или зависимость любой формы в том числе от медикаментозных препаратов независимо от возраста самостоятельный выбор любых препаратов недопустим для полноценного курса лечения требуется предварительная клиника лабораторное исследование состояния организма одно и то же средство на разных пациентов может оказывать кардинально отличающийся эффект в зависимости от состояния здоровья вполне обоснованно пользоваться препаратами и при болях кардиологического происхождения и для профилактики сердечных приступов для любых целей существует немало медикаментозных средств разного назначения гликозиды группа препаратов растительного происхождения применяются в терапевтических дозах для коррекции аритмии также оказывают кардиотоническое воздействие стимуляция работы миокарда целонит ланатазиция адонисбром коргликард дигоксин наводигал в изодилататора категория популярных сосудорасширяющих средств широко применяемых для оккупирования симптомов стенокардии отличаются быстрым действием выпускаются в любой удобной лекарственной форме нитроглицерин и его полные аналоги перлинганит нитрокор нитроминт и подобные также назначаются кардикет моносан блокаторы кальциевых каналов оказывают расслабляющее воздействие на стенки сосудов расширяя артерии широко применяются при артериальной гипертензии особенность таких препаратов возможность выбрать интенсивность воздействия на гладкую мускулатуру сосудов есть таблетки с умеренным и выраженным сосудорасширяющим свойством умеренное воздействие на основе действующего вещества веропамил верокард ликоптин и другие аналоги выраженный антагонист кальциевых каналов действующее вещество нефидипин препараты кардафлекс коренфар санфидипин нефидикап нефебани бета-блокаторы средства помогающие бороться с выраженными сердечными сокращениями повышенным давлением применяются при профилактике рецидивах инфаркта миокарда препараты которые останавливают процесс образования тромбов продуктов свертывания крови крайне опасны поскольку блокируют в сосудах движения крови и кислорода необходимых сердцу что может привести к ишемическому инфаркту с летальным исходом на основе магния гидроксида и ацетилсалициловой кислоты кардиомагнил тромбитал тромбомаг кардиаск магний фазостабил ацетилсалициловая кислота плюс в комбинациях аспирин кардио годосал аспинат кардио профилактика атеросклероза лекарства входящие в эту группу относятся к статинам и назначаются по состоянию здоровья снижают риск инфарктов уменьшая выработку холестерина в печени вследствие чего меняется и его уровень в крови это приводит к тому что на стенках сосудов не образуются новые атеросклеротические бляшки действующее вещество атервостатин ли примарту липторвокарт анвистататомакс липона атерисоаналоги на основе действующего вещества бисопрол конкор бипрол аретил бисогамы бипрол действующее вещество атенолол атенол атенова вилорин 100 атеносан при норм тенормин битокарт на основе надолола коргард коргард 80 ингибиторы апоэ такими препаратами пользуются когда необходимо снизить артериальное давление а также провести профилактику сердечной недостаточности средства влияют на просвет сосудов уменьшая их одновременно замедляя распад естественного вазодилататора в организме бродикинин совместимый с диагнозом сахарного диабета хорошо переносится пациентами из-за минимального количества побочных эффектов действующее вещество каптаприл капотян вера каптаприл алкадил ангиаприл 25 эпситрон катапил и д на основе эналаприла энваз инварил вера эналаприл энапринитек и аналоги